У большого формата карта шаманских путешествий и расскажет о своих исследованиях. Это один из крупнейших исследователей шаманизма в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 пронизана очень хорошей библиотекой по тем временам, по-советским, альбомы из живописи, музыкой. И впоследствии, когда я уже стал графоманом после прочтения первой книжки Грофа в 80-м году, я понял, что то, что я искал в предшествующей жизни, скорее всего, наверное, именно это, потому что через книгу Грофа я понял, что на каком глубоком уровне и насколько тесто связанным со всей жизнью человека находятся корни наших проблем и потрясающие наши возможности, наши ресурсы, которые можно разблокировать, ну, если этим заниматься, заниматься хорошей глубинной внутренней работой. И Гроф показал мне, насколько ограничены стандартные традиционные подходы, которые, в общем-то, мне были известны уже достаточно хорошо. Я читал все, что было тогда известно в академической литературе, это вот к концу 70-х годов, наверное, Гроф открыл совершенно новые перспективы. Но разобраться в том, насколько важно искусство для нас, для каждого человека, мне повезло только сравнительно недавно. Вот так случилось. То есть одно дело любить искусство, заниматься, иметь друзей художников. Я всю жизнь дружил с артистами, музыкантами, художниками, исполнителями. И сейчас у меня достаточно много друзей из выдающихся артистов. И только три года назад я понял совершенно особую, уникальную, фантастическую роль искусства в нашей жизни. Когда я разобрался в целом в системе эволюционного навигации и с инструментами эволюционными. И поскольку время доклада ограничено, я очень коротко расскажу вам, что я нашел. Основные вещи. Все начинается с каждого из нас, наш мир. Потому что мы – это отправная точка всего. Мы через себя все воспринимаем. Если вы посмотрите психологическую литературу, там масса исследований о том, как мы воспринимаем через свои установки, через свои ценности, через свои привычки, насколько влияет на нас язык. Есть колоссальные исследования о том, о языковых картинах мира. Например, Георгия Гачева. Он работал у нас в Институте философии. Десятки книг. Французская картина мира, немецкая картина мира, арабская картина мира, русская картина мира. Как использование языка влияет на наше мировоззрение и на то, как мы воспринимаем в виде мира. И также в этих книгах одна из линий о том, что нет абсолютной взаимопереводимости этих картин мира с одного языка на другой язык. В Грузии была очень популярна в советское время школа установок, узнадзе. О том, что они формируются через призму установок, мы все воспринимаем. Пирамида ценностей Маслову. И вообще тема ценностей в современной гуманитаристике, особенно западной, она достаточно значима. Через ценности, через установки мы все воспринимаем. Это вещи давным-давно известные. Как хорошо, наверное, известно многим из вас из истории философии, что первым философом, который обратил наше внимание на эти установки, лиценности и более широко на то, как мы видим мир, был Протагор, который сказал, что человек – это мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, несуществующих в том, что они не существуют. И Протагор жил, смотрите, в самом начале философии Милецкой школы, в одно время с Будды и Протагора, который написал довольно-таки много, судя по Диогену Лаэрнскому, который писал «Жизнь древних философов», до нас дошло только это выражение, что, наверное, говорит о том, что все поколения последующие придавали этому большое значение. Ну, нечто аналогичное, как нить, мы можем найти везде в истории философии. У всех философов, все они так или иначе обращали внимание на то, как мы воспринимаем мир, и что вот это человеческое, оно неотделимо от всех наших знаний. И Шопенгауэр, как известно, двухтомник свой назвал главный, мир как воля и представление. И суть очень простая. Мир есть проявление нашей воли и является нашим представлением. Есть даже крайности в том философском движении, которое известно как субъективизм. То есть мы воспринимаем мир через себя. Или идеализм, так также называют, субъективный идеализм. Это движение. Но есть известное произведение Штирмера, единственная его собственность. Ливнец говорил о монадах. То есть каждый человек – это монада. И мир, который он воспринимает, неотделим от него. Нечто подобное мы можем найти везде. В восточной философии, в буддийской философии. А вместе рожденности нас и мира, который мы воспринимаем. Мы вместе рождены. И понять это легко, потому что мы воспринимаем мир через всю совокупность своего опыта. Платон говорил об идеях, если немножко предуминаете. Через призму всех представлений. Поэтому существует, известно, психология ранжирования восприятия, которое называется возрастные культуры. То есть каждый возраст имеет свое восприятие, особенное восприятие. Ну, скажем, если бы был здесь ребенок двух лет, про который, говорят, пешком под стол ходил, он, наверное, что-то свое воспринимал во всем происходящем. В людях, в словах, которые есть. Кошка воспринимал бы мир совсем по-другому. Они у кошачьи восприятия. Буддисты поэтому не даром говорят о кармическом видении мира. У них есть там шесть базовых лог, шесть миров обитания, и люди только один из шести этих миров. Есть животные, преды, то есть голодные духи, обитатели ада. Есть асуры, завистливые боги. И есть боги. Поэтому каждое существо имеет свой взгляд на мир, свои особенности, тесно спаянные с его телом, с его языком, с его религией, с его родителями, с его, как показал Гроф и последующие исследования по перинатальной медицине, с особенностями его дородовой истории, его родами, травмой рождения, всеми болезнями, которыми он переболел и так далее. То есть все это образует совокупность тех призм, установок, структур, через которые мы воспринимаем мир. И поэтому, обобщая все эти данные, можно было бы, используя слова Мишеля Фуко, сказать, что все мы живем в антропологическом сне, в общечеловеческом сне. То есть мы воспринимаем мир прямо сейчас и по молчаливому соглашению считаем, что это и есть реальность. Хотя, если внимательно смотреться, то то, что мы прямо сейчас воспринимаем, вы воспринимаете меня друг друга, я воспринимаю вас, это не реальность, а наше восприятие мира. То есть процесс восприятия, который имеет, ну как открыли древние буддисты в Абхидхармакоше, 17 этапов возникновения того, что мы называем повседневной, общепринятой реальностью. 17 уровней возникновения. И в Абхидхармакоше замечались все эти 16 уровней. Современная психология даже в лице самых известных трансперсональных, процессориентированных, интегральных школ выделяет максимум 4-5 уровней. Вот из этих, из 17 буддийских. Ну вот, пока еще нету консенсусов для того, чтобы было необходимое научное знание. Нет достаточного количества людей, которые способны наблюдать, замечать, регистрировать каждый миг эти 17 уровней восприятия. Хотя в духовных традициях это есть. Вот такая общая картина. Григорий Бейтсон говорил о редакторе реальности. Антрополог знаменитый, предшественник энерпии, учитель многих энерпийстов. Они использовали его идеи. То есть внутри каждого из нас есть нечто вроде редактора, который перерабатывает сенсорную информацию. Такой гигантский процессор по программам восприятия выдает итоговую картину того, что мы воспринимаем. Мы думаем, что это реальность, хотя на самом деле это наше восприятие того, что предполагается под реальностью. И вот это вот тонкое различие чрезвычайно важно для нашего понимания того, как действительно работает психология. И в чем, наверное, важнейшие особенности духовно-ориентированных школ в современной психологии, психотерапии, коучинге и так далее. То есть в отличие от старых академических школ, транспарсональная психология, интегральная, они обращают пристальное внимание на процесс распаковки, на то, как образуется мир, как он создается. И, скажем, в своих применениях коучинговых и терапевтических как раз они занимаются процессом восприятия и изменения восприятия. И всем известно, вот эта картина, что мы видим, девушку или старуху, это психология. То есть мы воспринимаем мир каждый через свой опыт, через свои очки. Известная иллюзия вращается или нет, да? Если посмотрите в центр любой вращающейся круга, останавливается? Да? Какие вы великие маги можете останавливать по своему желанию любое вращение. Шевеленка, да, как говорят в определенных кругах. Хотя объективно абсолютно неподвижно. Нам кажется, что это расходящиеся линии, хотя они абсолютно параллельны. Посмотрите, в центр этого круга четыре точки, вот эти вот, на протяжении 30 секунд. Не на сердечко, не на молоток, не на ковалью, не на червячков. Четыре точки, посмотрите. Четыре точки, четыре точки, четыре точки. И теперь приведите взгляд на стену свободную. Что-то там возникает, да? Какие-то вещи. Так работает зрение. Работает зрение. Самый точный, как считается, орган чувств, через который мы получаем большую часть информации. Ну и все помнят знаменитую игру «В испорченный телефон в детском садике» и в «Жизнь современной». Да, там в одно ухо улетело, а передает роль совсем другое. Если на входе была кошка, то там где-то уже возникает там Александр Невский или что-нибудь еще. То есть в каком-то смысле, и вчера об этом тоже говорилось, мы являемся приемниками, не телевизорами, которые творят информацию, в которых творится реальность, а мы настраиваемся, принимаем. Вот такая метафора существует в трансперсональной психологии. И в этом смысле мы, можно было бы сказать, что мы живем вот в этом совершенном мире, в домашнем кинотеатре сознания и творим фильм под названием «Моя жизнь». Краткий сценарий этого фильма «От рождения до смерти», да, сущностный. И мы режиссер, главное действующее лицо, оператор этого фильма и так далее. И снимаем его в совершенном качестве. Вот Мишель Фуко еще в своей ранней работе «Слова и вещи» обратил внимание на это величайшее, наиболее широко распространенное ограниченное представление о жизни. Он назвал это антропологическим сном. То есть мы не осознаем, что мир, который мы в контакте, это не мир как таковой. И спорим по этому поводу, я вижу это, ты видишь что, или так, или это, хотя на самом деле каждый из нас имеет свое восприятие мира. Мальчишечья, девчоночья, связанные с теми или иной историей, с теми иными нациями. И таких уникальных восприятий около свыше 7 миллиардов на планете Земля. И по сути дела вся история человечества может быть рассмотрена как история поиска все большего и большего консенсуса общепринятой реальности, с которой мы согласны. Хотя за пределами этой общепринятой реальности оказывается колоссальное многообразие нашей индивидуальной реальности. Вот некоторые резюме человеческой ситуации. То есть мы через себя воспринимаем мир. Мир вместе рожден с нами. И даже если мы достигли некоторого прогресса в саморазвитии, тем не менее остается неустранимый индивидуальный остаток. То есть это наш мир, это мы и через себя мы неизбежно все воспринимаем. Есть общечеловеческий след, который называется антропным принципом современной науки. Он не до конца раскрывается и прописывается. Но это неизгладимая человеческая печать на всем мире. То есть вся картина мира, включая вся научная картина, имеет человеческий след. Итак, если к этому краткому описанию человеческой ситуации перейти к теме совершенствования, что такое личностное совершенствование? То есть если мы воспринимаем мир через себя, если мы и мир взаимосвязаны, мир вместе рожден с нами, то я могу воспринять в мире только то, что позволяет моя разрешающая способность, мой приемник. И допустим, если я вижу только черное и белое, или с нами, или против нас, я вот в этом бинарном свете воспринимаю мир. Если я вижу четыре возможности, я воспринимаю мир в этой четверичности. Если у меня существует, например, 50 оттенков чего-то, любви, или ненависти, или горя, то я воспринимаю 50 оттенков, ну скажем, гнева в других людях. Не просто или любит-не любит, плюнет поцелуй, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Вот в этой бинарной логике древнего гадания. Но я воспринимаю, скажем, одну степень гнева, крайнего гнева. Видить тебя не хочу, ненавижу, он отсюда, и так далее. Убью, прочь, средний гнев, когда я или кто-то проявляется, как, ну, скажем, вы меня раздражаете, молодой человек, там, или что он говорит, какая чушь, затыкаю уши, или слабый гнев. Что такое слабый гнев, например, а? Раздражение. Легкое раздражение, да. А еще более слабый гнев, как можно? Закрытость. Вот, вот, закрытость, правильно, я немножко вот уклоняюсь от коммуникации, легкое игнорирование, не продвигая по службе своего, я гневаюсь на человека, а продвигая по службе другого, так вот выражаю свое, потому что вот вектор гнева – это отталкивание и обрубание контакта, да? Вот мы вот эти вещи делаем. То есть можно научиться воспринимать в широком диапазоне эмоциональных спектров по разным фундаментальным эмоциям. Не в узком спектре, как, ну, обычно в готовом виде выпекает нас матрица в культуре, в которой мы родились, в которой мы выросли, но в более широком, ну, талантливые артисты в школах, театральных, художественных, музыкальных, университетах, они учатся воспринимать мир в богатстве оттенков. И, по сути тела, мы могли бы описать, ну, основное измерение развития, персонального развития, как достижение все большего и большей и большей и большей разрешающей способности. Потому что, если во мне есть тысяча оттенков восприятия, да, то я и в другом человеке, в его проявлениях смогу видеть эти тысячи оттенков, тысячи оттенков любви, да, тысячи оттенков благородства заметить в жизни. Если во мне этого нет, то я этого некогда никогда не увидел. Поэтому с этой точки зрения наше развитие, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни использовали как повод для этого развития, это в конечном счете приобретение способностей к все большему и большему и большему развлечению по тем или иным фундаментальным, свойственным нам, как людям, модальностям восприятия. Они могут быть связаны с органами чувств, да, пять модальностей восприятия, с внечувственным восприятием, мировой канал по Минделлу, например, там, да, интуиция. Мы можем учиться воспринимать, ну, скажем, такие комплексные вещи, связанные с научными предметами или с выделенными в разных науках фундаментальными характеристиками. Ну, в телевидении, например, и в современном кинопроизводстве сейчас стандарт 10 HDR, что означает в переводе на технический язык миллиард оттенков, то есть современные мониторы, кинокамеры, телевизоры даже, они уже способны воспринимать миллиард оттенков всего, да. Это уже большая разница по сравнению с первыми VGA-мониторами. Я помню свой первый компьютер в начале 90-х годов. Я был счастлив, потому что это был не черно-белый монитор, а в VGA 640 на 480, и там было где-то вот 602... О, правильно, спасибо, спасибо, Анатолий. 256 цветов, ты тоже помнишь. Это было 16 вообще. Да, это было фантастика. Если сравнить с современными возможностями, это, конечно, колоссальный шаг вперед. И вот в этом аспекте мы могли бы также метафорически понять, что такое предельное развитие, предельная реализация. Если количество фундаментальных оттенков начнет асимптотически приближаться к бесконечности, миллиард, 10 миллиардов, биллионы и так далее, и, наконец, бесконечность, то я, поскольку мир и я вместе рождены, окажусь способен воспринимать потенциально эту бесконечность оттенков во всем. Не только в себе, а в людях, которых я встречаю, в мире, в любой ситуации, в предметах. Я буду видеть бесконечное количество возможностей решения любой проблемы, неконфликтного выхода из ситуации, взаимоприемлемого, такое сложное, многомерное восприятие мира. Это, может быть, одно из метафор того, что называется высшей реализацией или просветлением именно в этом аспекте. И здесь я хочу вернуться к нашей основной теме, дав это некоторое введение в устройство нашего персонального измерения, в известное выражение «красота в глазах смотрящего». То есть я помню, года несколько лет назад, года три, наверное, мы с женой выстрели очередь и дошли, наконец, до зала в лувре, где Джаконда. Но первое, что мы там увидели, это несколько сотен людей восточных, и, скорее всего, из Китая, которые делали селфи на фоне Джаконда. Это главное, чем они занимались. Я и Джаконда, я и Джаконда, я и Джаконда. И нас поразил, конечно, вот сам этот феномен, несколько Джаконда, который мы тоже по репродукциям тысячи раз видели, и хорошие репродукции, они дают достоверное переживание шедевра Леонардо, но вот феномен как бы запечатления себя с Джакондой. Но в целом вот это известное выражение, когда вот мы смотрим на картину, когда мы слушаем какое-то великолепное музыкальное произведение, замечательного певца, или сходили в театр, или посмотрели великолепный фильм. Сегодня, например, вечером у нас будет Вера Сажина, там незапланированный музыкальный номер на ее мастер-классе будет с импровизациями. Вот когда мы слушаем что-то, воспринимаем, читаем стихотворение, то что с нами происходит, когда мы говорим, как здорово, как красиво, как великолепно? Что происходит в этот момент именно с нами? То есть красота в глазах смотрящего. Мы каким-то образом через материальное проявление деятельности художника, жизни творца, то, что называется произведением искусства, входим в контакт с чем-то другим через наше восприятие. Мы могли бы назвать условно это жизнь творца или сознание творца. То есть мы проникаем в тот мир, откуда возникло это произведение искусства. И если это настоящий художник, настоящий мастер, вполне возможно, мы на какое-то мгновение соприкасаемся вот с этой самой сокровенной уровнем, сокровенной жизнью творца. И нам становится хорошо, мы на какое-то время, возможно, тоже выходим за пределы всего, соприкасаемся с бесконечностью, и мы говорим, как красиво. Хотя мы сопричастны. Это не картина модельяния. Только одна является его жизнь вот этим путем к этому акту красоты. Но и мы сами сделали свой путь. Правильно? Поэтому, когда мы чем-то наслаждаемся, восхищаемся, мы в этот момент, по крайней мере, столь же гениальны, сколь и творец, создавший это произведение. Мы воспринимаем красоту. Красота в глазах смотрящего. И я думаю, что именно поэтому Федор Михайлович Достоевский пророчески говорил, что красота спасет мир. Красота. Только ей, только красотою движется все. Потому что вот с той точки зрения, с точки зрения человеческого развития, эволюционных практик, искусство является, наверное, высшей эволюционной практикой. Самой естественной, доступной всем, которая с самых первых мгновений жизни помогает человеческому существу развиваться и постигать это богатство. Богатство жизни, богатство всего. Я люблю рассказывать истории о том, как когда-то в первые годы знакомства с Грофом, я был в Калифорнии, он пригласил меня в очень хороший ресторан возле его дома в Миловелле итальянской. А я обычный советский человек, который вкусную домашнюю кухню, конечно, ел, но ничего такого особенного, изысканного. И здесь вот нам было принесено, Гроф сам заказал, было принесено масса великолепных блюд, о существовании которых я даже не подозревал, интереснейшие вещи. Вот мы ели, и Гроф получал колоссальное удовольствие и говорил, попробуй это, Володя, вот это, вот как вкусно, выражал наслаждение. И я заметил, что через некоторое время у меня возник какой-то осадочек, потому что я думал, такой замечательный, великий человек, создатель направления, а такой чего угодный, да? Что вроде какого-то такого пищевого блуда для меня было там, но как так можно быть помешанным на пище и прочего? И мне потребовалось накопить жизненный опыт. У меня появился друг, болгарин, который потрясающий знаток средноборской кухни, великолепно готовит. И вот во многих ситуациях я с ним встречался, мы кушали приготовленную им великолепную пищу на уровне ресторанов Мишлен, кстати. И изысканные вина, и он рассказывал тоже оттенки. Я был в ресторанах высокой кухни, в Италии, во Франции, где 25 блюд подносят, там, и свой ритуал определенного вкушения. И вот я стал понимать, что на самом деле, чем на самом деле делился со мной Гроф. Вот этой радостью, невовлеченного развлечения тонкостей вкуса, что вкус пищи может быть тоже инструментом развития. Я жил вот в этом вкусовом мире, Гроф в колоссальном вкусовом мире. И он побуждал меня сделать следующие шаги. Мне потребовалось много лет, пока это произошло. И я заметил, что нечто подобное мы, каждый из нас, можем делать во всех других сенсорных модальностях. Например, для меня наиболее близким был канал «Слуха», потому что с детства я слушал хорошую музыку, с детства был меломаном. И одна из моих, сделанных в радиокружке, конструкция даже выставлялась на ВДНХ, павильоне юнотехник, и у меня есть медаль участника ВДНХ. В общем, много интересного происходило. Я, кажется, время свое уже вышло, да я извиняюсь. Вот, и поэтому мы немножко через перерывчик чуть-чуть задвинем. Поэтому, в общем, через слух можно это делать. Я не буду рассказывать всю историю, извините. Через зрение, через касание, через эмоции. И, по сути дела, я убежден в том, что настоящий жизненный актерский тренинг – это развлечение, развлечение, еще раз развлечение. И, как оказалось, наиболее важный ключ, наверное, к тому, как нам развиваться и как нам помогать раскрыть различающих пространств в нас самих. Это открытие было сделано древними буддистами, которые очень точно определили главную проблему каждого из нас. каждого человека. Главная проблема какая в каждого из нас? Как вы думаете? Привязанность. Ну, можно назвать привязанность. Это одно из слов буддисты говорят. Ну, а по-простому это эгоизм. Мы ограничены. То есть, вот самое главное – мы ограничены. Для этого есть много причин. Прежде всего, конечно, тело и биологическая история. Но мы с этим отождествляемся и замыкаемся в клетке ограниченных представлений. Мы живем во времени и так далее. Поэтому буддисты нашли радикальное лекарство. Как мы можем с этим работать? Антидот, противоядие. Оказалось, что если мы добавим, вот если мы будем культировать особые переживания, если мы будем принимать себя, прощать себя, не ругать себя, поддерживать себя, быть к себе сострадательным, вот такое милосердие проявлять к себе, то тогда, это величайшая алкемическая реакция трансмутации, фундаментального ограничения в нечто иное, то тогда наша ограниченность, наша привязанность, наш эгоизм начнет сам собою преобразовываться, трансформироваться в то, что буддисты назвали различающей мудростью. То есть способность видеть все, все в большем и большем воспринимать это количество оттенков. В противоположность, если мы выстраиваем себя, если мы строги к себе, если мы не прощаем себя, если мы говорим, ты плохая, ты плохой, ты должна быть такой, то, оказывается, вот этого развития не произойдет. Вот величайший катализатор развития. И в этом аспекте, я всегда, когда консультирую молодых родителей, я всегда советую обязательно посмотреть, как я считаю, главную книгу мировой педагогики, это книга Януша Корчика с очень простым названием «Как любить ребенка». Там самое главное, самая суть о выращивании человека. «Как любить ребенка». Величайшим педагогом и гениальным писателем рассказана история. И я всегда советую во всем и всегда поддерживать тягу детей к любому искусству, к любому творчеству. Хочет танцевать – танцует. Фигурное катание, лепка, музыка, театр – что угодно. Пусть занимается чем угодно, потому что искусство – это самая важная эволюционная практика, придуманная и открытая, развиваемая человечеством. Спасибо за Ваше внимание.